Мы находимся во взрослом отделении, где находится всего 18 коек. 18 мест против 15 тысяч выявляемых от этарстанцев онкозаболеваний ежегодно. А ведь кроме заболевших раком пациентов, в палеотивной помощи нуждаются люди с необратимыми заболеваниями, больные с ПИДом или страдающие ДЦП. В хосписе каждый из них получает помощь, заботу и поддержку. Спасибо вам огромное за ваше старание. А вот посмотрите, обслуживающий персонал такой. Они как мухи. Пришли, почистили, почистили, неслышанное видно. Еду принесут. В палате с Галдиной Дашкиной Лазарева Лидия. Из-за заболевания женщина вынуждена питаться с помощью системы. С ней постоянно находится дочь Полина. Очень жаль, что не все люди имеют возможность сюда попасть. Я бы хотела сказать, что это жизненно необходимо увеличить количество койко-мест. Небо, земля, больницы, онкологические какие-то учреждения. И именно в хосписе меня Анжела Завелова. Хоспис это не про смерть. Хоспис это про жизнь. Запомните, что здесь вы должны, мы все силы вам делаем. Вот видите, вы кислородом дышите. Тут питание идет. Вот это есть палеотивная помощь, которая оказывается в хосписе. Вот это продлевает жизнь. И дай бог вам долгих-долгих лет жизни. Но продлить жизнь каждому или облегчить страдания всех не получается, сетует Владимир Вавилов. Создатель благотворительного фонда надеется, что разрешить проблему удастся после появления взрослого отделения. Оно будет рассчитано на 98 коек, а количество мест для детей увеличит до 40. Общая стоимость строительства составит примерно 250 миллионов. Это покупка здания, его перепланировка, проведение коммуникации, дорогостоящие оборудования. Пока фонду удалось собрать лишь 15 миллионов. Будет взрослый, где будет оказываться помощь как детям в лечении, в реанимации, в палеотивной помощи, в реабилитации. И как взрослым, ту помощь палеотивную, когда полностью окажется. Это три подразделения будет. Для онкобольных, для не онкобольных. И подразделение доживания, социальной передачки. Понимаете, вот 100 коек. Это громадина, что мы сделаем. Особая гордость детского хосписа «Зимний сад». Примерно такой же планируют создать и во взрослом отделении. Ведь здесь считают, что важно не только уменьшить боли пациента, но и подарить ему как можно больше положительных эмоций. Альмира Низамова, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.